Вот уже неделю события в Казахстане держат в напряжении весь мир, в первую очередь и самих жителей республики. Оружейные выстрелы и взрывы. Мало кто ожидал такого начала года. Из-за массовых беспорядков в стране с перебоями работала мобильная связь, интернет был отключен. Алтайские жители, у кого в Казахстане остались родные, вынуждены были следить за сводками новостей. Она в Усть-Каменогорске живет, там тихо было, так что я не знаю, что там как-то. И давно вы без связи с... Ну вот у нее пятого был день рождения, я не могла поздравить ее. Дочка, да, вы говорите? Нет, подруга там была. Живут родственники, много родственников. Но у них все хорошо, все спокойно, пронесли изобразие. Сегодня интернет свежу появился, правда работает он, судя по всему, только в определенное время суток до обеда и ближе к вечеру. Вот сейчас уже, например, мои сообщения к адресату не доходят. Однако немного ранее нам удалось связаться с жителями Алматы. Самый пострадавший город на данный момент Алматы, финансовый центр, бывшая столица, самый первый город-миллионник. Разнесли, разбомбили, вынесли все торговые центры, банки, рынки. Одна из фотографий – это резиденция президента, тоже забор, где сломан. Все это снято у нас, что называется, вживую, из окна. Что я могу сказать, что все протесты начались, в общем-то, здравые, здравые требования. Понижение, значит, различных тарифов на ЖКХ, понижение стоимости на ГСМ, повышение зарплаты и так далее. А дальше, по словам жителей, началось невообразимое. Разгромленные улицы, страх горожан выходить из квартиры, смерть более 160 человек. Накануне стало известно, что в Казахстане покончили с собой два силовика. Главный полицейский Жамбульской области Жанат Сулейменов и руководитель Департамента национальной безопасности Азамат Ибраев. И сегодня же власти Казахстана заявили о том, что ситуация в стране стабилизовалась. Об этом говорили и жители. Начали открываться уже крупные магазины. Соответственно, сегодня, то есть это 10 января, объявили по телевидению о том, что будут открыты три самых основных автобусных маршрута по городу. Протесты проходили в других городах Казахстана. Так, беспорядки были подавлены в том числе и в граничащих с Алтайским краем Павлодаре и Семипалатинске. Задержано более тысячи протестующих. Сегодня жизнь в этих городах, к счастью, течет в привычном русле. Разве что зимние каникулы продлили до 17 января и все еще есть перебои со связью. Однако жители обеспокоены, как долго продлится неустойчивая ситуация в стране. И не исключает, что на какое-то время приедут жить в соседний Алтайский край. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком.